Приветствую вас, Оксана. Ну, я думаю, что такой максимально неопределенный у вас вопрос, да, то есть, это значит количество страхов и тревог. Вы их считаете? Ну, то есть, если у вас было, например, 10 страхов и тревог, стало 8 страхов и тревог, то вы считаете, что это, что это позитивно, при том, что разные страхи и тревоги могут быть, ну, могут оказывать разное влияние на человека, и вот это, в принципе, мне кажется, некорректный доставленный вопрос. Как некорректно, наверное, будет говорить о любой, любом страхе и тревоге, любой вне ее контекста. То есть, страхов всегда есть контекст, а тревога всегда есть контекст. Например, если это страх близких отношений, то один контекст, если это, там, тревога по поводу будущего, например, вот, ну, тревога неопределенность, да, то это другой контекст. Вот. И, соответственно, с АДЗ, вообще разные, там, моменты. То есть, как бы с моей позиции, с моей точки зрения, в рамках того подхода, который мне близок, я могу сказать, что вообще некорректно и очень с вашей стороны обесценивающе, и, возможно, даже пренебрежительно, по отношению к себе вопрос ставить так, и по отношению к нам вопрос ставить так, потому что, ну, как я уже сказал, да, есть важность контекста. То есть, если контекста нет, вот, если контекста нет, то, соответственно, на мой взгляд, ну, вообще никакой возможности нет, там, условно говоря, что-то вам порекомендовать. Ну, потому что, повторюсь, контекст у каждого свой. Вот. Это то, что касается страха, и тревоги, и тревоги в целом. Дальше, что важно ещё сказать, вот в общем, вот что бы я мог сказать, в общем, я бы мог, в общем, сказать, что защитную функцию имеется страх и тревога, вот. То есть, это именно, именно, вот, защитная функция. Вот. То есть, что я имею в виду говоря о, ну, что я имею в виду говоря о защитной функции. Я имею в виду, что, от чего-то защищать вас, э-э-э, ну, вот. Страх, страх и тревога, и тревога, э-э-э, вам, э-э, помогают, э-э-э, ну, вот, вам, чем-то. Помогают. Вот. Вот. Что-то, такой, достаточно, э-э, ну, достаточно важный, как мне кажется. Момент, момент. Вот. С этим именно, вот, речь идёт, как бы, о том, что, это, ну, защитная такая вот функция, как бы, как, как, вот. Вот. И, соответственно, э-э, вам это для чего-то нужно. Вот. А, вопрос, здесь, конечно, заключается в том, э-э, для чего вам это нужно? Вот. Ну, ну, то есть, вот, вообще, вот, зачем вам это нужно? Для чего? Вот. Вам это нужно, э-э-э-э, ну, просто, э-э-э-зачем, да? Такой важный, на мой взгляд, момент. Важный, на мой взгляд, э-э-э-э-ситуа-э-ситуа-ситуа-ситуа-ситуа-ситуа-ситуа. Вот. Э-э-э-э-э-э, и, соответственно, отказываться от этого. Э-э-э, уменьшать это, э-э-э-э-э, не стоит. Вот. Потому что это вам, как я сказал, это вам нужно для чего-то. Пока, опять же, не совсем понятно, зачем вам это нужно. Вот. Но я полагаю, что нужно для чего-то. Вот. А раскрывать это, соответственно, необходимо. Необходимо. Ну, потому что, потому что без этого никак не понятия, что вас не устраивает. Характер. Значит, вы вот спрашиваете о том, как изменить характер. Тривожно-мнительный. Характер. Опять же. Что такое характер сам по себе? Какой характер вообще? Для меня, вот с точки зрения того подхода, который я продвигаю, который мне кажется идеально подходящим мне вектор, это... Система реакции, это система реагирования. Характер это то, как я реагирую на окружающий мир, на людей вокруг себя. То есть характер это не что-то такое. То есть характер это не что-то, что, не знаю, формируется у человека само собой и всё. Нет. 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 Характер это именно система. Это именно система. Я бы сказал, вот я бы сказал привычек, по которым человек играет. Так или иначе. Вот. Это характер. Соответственно, соответственно. А можно ли это изменить? Да можно конечно. Конечно это можно изменить. Я бы тогда сказал, что это нужно изменить. Если, если, например, есть, ээээ, ну допустим у вас, если, если есть у вас, ээээ, какое-то больше, ээээ, ну, осознавание того, что, ээээ, это не совсем то, чего вы хотите, да, то есть это вот не совсем то, чем вы нуждаетесь. Ну, то есть это не совсем, там, грубо говоря, отражает ваши желания, это не совсем отражает ваши потребности. Если вот такая история есть, если такой момент и есть, то да, почему нет, нужно это менять, но как менять? То есть если менять так, как вы, например, предлагаете, то есть типа, ну вот как я это, может быть, не знаю, понял, увидел, может быть, неправильно понял, увидел, вот, что вы предлагаете это изменить через какую-то переделку себя. Вот, нет, это совершенно не туда, на мой взгляд, вот, мы, как бы, давайте все-таки не будем никого насыдно переделывать, да, вот. Мне кажется, эта позиция в лучших случая, ну, деструктивная, вот, совершенно деструктивная такая позиция, вот. Поэтому, поэтому, значит, значит, нужно смотреть, как еще вы можете отреагировать на то, что происходит в вашей жизни с вами, например. Как еще вы можете отреагировать? Каким еще образом вы можете это сделать? Ну, то есть, например, вы можете отреагировать тревогой, вы можете реагировать страхом, да, допустим. Вот, а есть, там, к примеру, что-то, вот, ну, у вас есть, есть, у вас есть что-то, что, допустим, 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 у вас есть что-то, еще, помимо страха, да, вот, ну, в этот момент, в этот момент, когда вы, словно, боитесь, например, например, вот. Вот, и, соответственно, если вы обратите внимание на это, вот, если вы обратите свое внимание на этот, на этот, на этот аспект, вот, ситуации, то, вполне вероятно, что вы можете, ну, вы сможете что-то изменить в себе. Вполне вероятно. То есть, это вы просто будете реагировать по-другому. Вот, и, так вот, постепенно, 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 ваши реакции будут меняться, и постепенно вы сможете реагировать уже по-другому. Не так, например, как вы реагируете, ну, как вы реагируете сейчас, допустим, вот, потому что, ну, условно, сейчас вашу реакцию можно назвать, о-о-о-о, такой вот, ну, судорожный, например. Да? Вот. Можно назвать вашу реакцию, такой достаточно, э-э-э, ну, такой, хаотичной, в, э-э-э, в плане, ну, в том плане, что, э-э-э, она призвана вас защищать, реакция. например, ваша реакция, клика на вас защищает, вот. А если, например, вы посмотрите на то, от чего именно вы пытаетесь защищаться, допустим, вот. Это может стать вполне себе новым таким шагом вперёд, да, ну, по отношению к вам, допустим. Вот, ну это опять же при условии, да, как в каком-то, если вы, там, допустим, 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 решите, там, всерьёз собой заниматься, ну, например. Потому что это процесс изменения характера. Это не то, что происходит в сию минуту. И вам нужно вот таким образом, что вот постараться возможно найти возможности и способ проинвестировать в себя. То есть начать вот с инвестиций в себя, да. Начать с того, чтобы инвестировать в себя. Своё, именно вот, что называется именно, что психологическое здоровье, не физическое, психологическое здоровье. И, соответственно, соответственно, это принесёт свои плоды. Вот. Ну, так или иначе. Это, ну, для этого нужно время, нужны усилия и нужны, и, конечно, и финансы, и финансы, чтобы иметь возможность, там, условно говоря, оплачивать работу специалистов. Потому что, ну, как бы, бесплатно специалисты не работают. Тем более, что вам, там, нужно, ну, как бы, довольно продолжительное время документы, если вы хотите именно изменить, изменить свой характер. Вот. Значит, такая вот история, примерно. Я понимаю, что, наверное, какие-то вещи вам не очень приятные, скорее всего, из-за того, ну, из того, что я говорю вам. Вот. Вы простите, пожалуйста. Вот. Ну, мне кажется, что я должен, как специалист, да, я должен максимально полный информационный отдач. То есть, то, что вы хотите поменяться, это супер, да, но вот вам не вам нужна терапия. Вот. И я не знаю, готовы ли вы к ней или нет. Вот. Вот. Поэтому, а, такой вот момент. Ну, с точки зрения, опять же, профессиональной работы. Вот. На этом всё. В принципе, я надеюсь, что мой ответ вам был полезен, надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вы для себя сделаете за определённые выводы, я надеюсь, что вы для себя каким-то вот, ну, каким-то решением придёте. Вот. Надеюсь, что мой ответ, он формулирует у вас обратную связь. Вот. Живую обратную связь, которая позволит вам решить, что вы будете делать дальше. Я уже, в своей стране, готов, в принципе, поддержать любое ваше решение, вне зависимости от того, каким оно будет. Вот. И, соответственно, оказать вам любую помощь, если вы этого захотите. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ, значит, к чему-то приведёт вас. Вот. Я хочу пожелать вам всего самого доброго, хочу пожелать вам удачи, хочу пожелать вам успешного разрешения вашей ситуации. Вот. И, значит, оставайтесь на связи, вот, не затягивайте время, которое вы можете использовать для себя. Вот. Потому что, ну, чем, чем быстрее вы начнете заниматься собой, тем будет лучше. Вот. Так что, ну, конечно, решать вам, но, как правило, это, как правило, это, так, работает. Вот. Вот. Поэтому, конечно, опять же решать вы, но, в практической, вот, с точки зрения это, так, такая вот история здесь. Вот. Так что, всё на этом. Удачи, всего самого доброго. Да. Обращаю вас. Удачи! тоннольдс